Приветствую вас! Если между вами не было никаких проблем, если у вас не было никаких конфликтов, если у вас не было никаких противоречий, недоговоренностей, если ваши отношения можно назвать всеобъемлющими, в том смысле, что между вами было доверие, взаимные интересы, общие темы, общие интересы и всё такое, то ваша невеста не общается с вами, потому что чувствует себя неполноценно из-за операции. То есть, я, конечно, не знаю, какая операция её ждёт, вы не написали этого, но совершенно очевидно, что женщина, если эта операция как-то запрагивает её целостность, её, допустим, внешней вещь, её поведение, вот, если это ставит под сомнение её привлекательность, сексуальность, здоровую физиологическую форму, то, скорее всего, она начинает стыдиться, начнёт стыдиться, вот, и, в общем-то, будет то, что вы описываете, по сути, по факту, вот. Поэтому, здесь, на мой взгляд, на мой взгляд, если у вас в отношениях не было проблем, да, что серьёзно воспринимать данную ситуацию не стоит, серьёзно воспринимать данные случаи не нужно, вот. Как сказал мой коллега, совершенно правильно, что вам нужно подождать, пока она приедет, вот, и уже поговорив с ней в реальной жизни, вы сможете увидеть, как обстоят дела, вот. По-перебитски, никаких отношений выяснять не стоит, это очевидно, совершенно для вашего блага, для блага ваших отношений. Значит, смотрите, у меня вопрос появился к вам. Вот о ком мы говорим здесь, в вашем тексте? Мы говорим о вас, мы говорим о том, что чувствуете, например, и хотите вы, или мы говорим о вашей невесте, и о том, что чувствует и хочет она. Да, вот у меня почему-то сложилось такое впечатление, что говорим мы о вас, то есть говорим мы о том, чего хотите вы, а не о том, чего хочет она. Говорим мы о том, что говорим мы о вас так, как будто это вы, собственно, ждете операцию, говорим мы о вас, как будто это вам плохо и это вам тяжелее всего. Не то, чтобы я считаю, что вы не прав, просто нужно отделить то, что вы чувствуете, отделить то, что вам хочется, то, что вам нужно, от того, что может вам дать девушка. От того, что нужно ей, от того, что необходимо ей. Смотрите, если вот вы чувствуете холодок, который от нее идет, хорошо, холодок от нее идет, понятно. Как это задевает лично вас? Какие чувства вызывают это у вас? Несет ли девушка ответственно за эти чувства? Нет, конечно же нет, и еще раз нет. Ответственно за это чувства несете только вы. То есть только вы отвечаете за то, что вы чувствуете. Девушка не может вам дать тепло, потому что у нее нет для этого ресурсов. Вот. И это ее право, это ее выбор. А вот то, что волнует и беспокоит вас, то есть у нас это волнует и беспокоит, это уже достаточно серьезный, на мой взгляд, момент, это серьезный достаточно, на мой взгляд, аспект, над которым нужно работать. То есть либо вы чего-то боитесь здесь, либо вы чего-то хотите, но не получаете, вот. Либо у вас есть просто неуверенность в себе, вот, и вы сомневаетесь в том, что вы для своей девочки, там, для твоей невесты, что вы для нее важны и так далее. Короче говоря, имеет место быть ваши собственные проблемы, которые вы переносите на женщину, на свою невесту. Вот. Чего делать категорически нельзя, потому что, ну, потому что девочка сейчас переживает тяжелый период и никак. Вас не графит тот факт, что вы, что в тяжелый для нее период, ну, скажем так, априори тяжелый для нее период, да, думаете о себе, а не о ней. Вот. То есть о себе нужно думать, о себе нужно думать, но не за счет нее, не за счет того, кто не может вам дать то, что вы хотите. Или не хочет, не хочет, но это уже его выбор. Вот. Надеюсь, вы поняли мою основную мысль здесь. Значит, так, сейчас я открою ваш текст. Обратите внимание, пожалуйста, что вы не задаете вопрос. То есть вопрос у вас как таково отсутствует. Просто ситуацию рассказали, как бы поделились, а что дальше не понятно. Определите, пожалуйста, чего вы хотите от психолога. А какой помощи может быть вы хотите от психолога? Потому что, если вы пришли с какой-то определенной целью, что нам эту цель нужно узнать, да. Предположим, вы хотите понять причину ее холодка, для этого нужно проанализировать ваши отношения. Предположим, вы хотите успокоиться, для этого нужно проанализировать ваше восприятие себя, что знаете. Так что, зависимость от ваших целей, направленность и подход к работе с вами будет совсем разный. И вследствие этого и результат будет тоже разный. Значит, ну, как вот, конечный эффект, да, будет совершенно разный, зависимость от постановки цели. Поэтому, пожалуйста, определите вначале с этим, а после этого уже, значит, выберите себе эксперта. И начните вместе разбираться в том, что вас волнует, чтобы по итогу прийти к тому, чего вы хотите. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. Небольшой такой по скрипту. Значит, если вы хотите, чтобы девочке не было чего вам предъявить, да, чтобы девочка у вас ни в чем не обвиняла, чтобы, по сути, вы могли у нее спросить, что происходит. Ну, например, когда она приедет. Что было. Вот. Сейчас ведите себя, ни в чем не бывало, и продолжайте поддерживать ее, писать ей. Естественно, в рамках комфорта. Вот. То есть, не надо этого делать, если вам, например, не хочется. Но имейте в виду последствия, имейте в виду результаты. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.